Чемпионат Европы 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 Я дал три дня паузу, еще приезжал к нам специалист по спине с Италии, он со мной поработал, и мне, конечно, стало гораздо легче. Саша, как тебе молодые ребята? Я вспомнил то время, когда я пришел в команду, был молодым. Конечно, тяжеловато все-таки, это и первая команда, и такие тяжелые для них сборы. Но я скажу одно, что те упражнения, те бега, которые мы делали, они из них не выпадали и бегали с нами на ровне. А Мехмеди? Ну, Мехмеди, я думаю, что это игрок тот, который действительно поможет нам именно Киевского Динамо. Ну, вот и по этому этапу работы какие-то его игровые качества бросились в глаза тебе лично? Ну, какие? Видно, что у него светлая голова, видно, что он умеет играть в футбол, и хороший, и в отборе, конечно, может. Ну, конечно, чуть-чуть проясняется о том, что действительно для него это новая команда. Ему пока тяжеловато понять тот футбол, который играет Киевский Динамо. Ну, со временем он уже начинает понимать это. Уровень соперников на этом сборе не слишком ли низок был для Динамо или для этого этапа? Ну, знаете, мы не ехали туда какие-то, чтобы выбирать какие-то сильные соперников. Мы ем туда на сбор и готовимся к чемпионату. У нас соперники будут, это в чемпионате Украины. Для нас это самое главное. Какие команды на сборе, нам, знаете, нам это интересно. Самое главное – это выйти, это победить и, знаете, не получить травмы. Все-таки все прекрасно понимают, что мы играем на сборах, и это на фоне усталости. Саша, а ты слышал о возможности Динамо много разобраться в новую игру? Ну, это я сегодня услышал, это мне сейчас Леша сказал, Семененко. Как оцениваешь перспективу отказа от турецких? Конечно, хотелось бы, чтобы мы вышли своими силами, но если получится так, я, конечно, буду не против, чтобы мы вышли дальше. Саша, у вас скоро день рождения, через несколько дней совпадают с этой день в сборах? Да. А как отпечатать? Я буду на сборах, я знаю, что вроде у нас 3-го числа будет игра, но я думаю, команда поздравит, а так вечером сядем, просто поужинаем все вместе. Тренера, конечно, выпьют по фужеру вина, а у нас сборы, не имеем права, нет. Вы в целом сказали о своем отношении к официальному сайту, а вообще, насколько вы пользователь интернета часто пользуетесь, может, другими ресурсами? Не, ну как, я захожу, знаете, в основном на такие, на футбольные сайты. Я не буду скрывать, я захожу и на Тереком, я захожу и на Динамо Киев от Шурика, и на официальный сайт. Ну, конечно, не забываю никогда о Локомотиве. А вот не подумываешь завести свой микроблог Твиттер, который практически у всех бразильцев есть? Скажу вам честно, знаете, в интернете я не очень сильно соображаю, и для меня вот то, что есть в айпаде, то, что меня научили, вот так вот я и захожу. А так я не буду хвастаться, можно сказать, что компьютер для меня это очень тяжело. Саша, что будет на следующих сборах? Уже есть какая-то информация? Честно, честно, я не знаю, я не тренер, это надо спрашивать. То, что я знаю, что вроде как я слышал, у нас будет какой-то турнир и будет четыре матча. Вот это я только слышал и все. А матч со Спартаком будет? Да, 12 числа. Будет принципиальным или все-таки это сбор? Ну, я думаю, что это всегда принципиальные матчи, когда Динамо играет со Спартаком. Ну, мы тоже об этом не забываем, потому что, конечно, это сборы. Ну, не имеет значения, я думаю, и Спартак тоже захочет провести хороший матч, то, что они, наверное, помнят, когда мы в последний раз с ними играли. За два матча восемь мячей забили. Я думаю, что это будет очень принципиально, что для Спартака, так и для нас. У них привычка, что они металлисту 4-1 проиграли. Наверное, она продлит? Дай бог, чтобы так и продлевалось дальше. Александр, в процентном соотношении готовность? На сколько можно? Ну, на полностью, на 100% еще, конечно, не готово. Мы провели только первый сбор. Еще предстоит нам два сбора. Еще предстоит игра сборной Украины. Надо и к этому матчу тоже подготовиться. Ну, я думаю, что еще где-то процентов на 40, на 50, может быть, мы готовы. Ну, я вам скажу, что мы провели только один 12-дневный сбор и все. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова